Мы наконец-то начинаем двигаться в сторону джунглей. Мы — трое друзей после армии. Мы слышали, что есть какие-то племена в Папуа Новой Гвинеи. Есть племена, о которых белый человек почти ничего не знает. И мы такие... Поехали туда! Пока-пока! А, вот и самолёт! Мы на дороге, на главной дороге. Отсюда возьмём какой-нибудь джип, чтобы добраться до гор. После трёх дней езды на джипе видим, как пейзажи потихоньку меняются. Фридман, как ощущение? Очень, очень волнительно. Надеюсь, что не помру в ближайшие дни. В конце концов, едем в неизвестность. Туда, где даже наш джип уже не проедет. И просто идём пешком. Мы в восторге. Но и немного страшновато. Нам говорили, что тут могут быть опасные племена. Димас, мы тут умрём? Ну да! Идём уже почти 14 часов. До деревни ещё не дошли. Должны быть рядом, но... Но вот уже как 4 часа мы должны быть там. Измотанная, сильно измотанная. Кой же тяжёлый день! Вау! А конца не видно. Идём, идём, и наконец-то добираемся до какой-то деревни. Когда мы дошли, то нас встретили так, как мы даже не ожидали. Вся деревня выстроилась в два ряда. Начали петь и танцевать. Мы прошли посередине и присоединились к веселью. Несколько дней они нас принимают и заботятся о нас. Вот дом, в котором... Вот дом, в котором мы спим. Типа матрасы, на которых спим. Все ребята сидят тут, вокруг костра. Внутри дома, да? Для тех, кому интересно. Это не просто дыра. Это мусорка. Тут милый малыш бегает. Это салфетки. Должен сказать, что они очень приятные. Они используют бамбук вместо кастрюли. Кладут в него еду и в конце кидают в огонь. Очень вкусно. Мы идём на охоту с ними в джунгли. Окей, погнали! Без шансов! В дерево! Ого! Это жёстко! Вообще! Не-е-е-е-е. Учимся ставить ловушки. А-а-а! Йопа! Просто занимаемся тем, чем они. После примерно недели решаем, что пора двигаться дальше. Племенам, которые живут рядом с самой большой рекой на острове. Просим хозяев этого места показать нам дорогу. И тут их лица меняются. Вы что, с ума сошли? Вам туда нельзя. Они вас убьют. Никто не хочет везти нас. Вае-вае. Мы не верим, что наше путешествие, которое мы так ждали, заканчивается так быстро. Мы все в шоке. Берём день на раздумье. В итоге принимаем решение. Мы идём. Мы сейчас на пути в джунгли. Ходят слухи о племени с хвостами и с лицами, как у собак. Отправляемся проверять эти слухи. Проверять на себе. Плывём по реке, проходим мимо разных племён. Причаливаем к берегу. Окей. Он кинул ему мачете. Мы не понимаем, что происходит. Здесь начинается племенная война. Эти люди нормальные, не волнуйтесь. Тотальный шок. А потом встречаем людей. Приятные люди. Праздник, который нас ждал, когда мы прибыли. Люди в целом рады нас видеть. Они приняли нас. Хорошо к нам относятся. Так же, как и предыдущие племена. Мы не понимали, почему их все так боятся. Хотя их образ жизни отличается. Это, если кто-то не верит, огурец. Они ловят рыбу в реке. И пьют, и купаются в реке. Но в целом, они очень приятны. И очень похожи на предыдущие племена. Мы снова решили, что пришло время двигаться дальше. Но на этот раз к племенам, живущему побережье. Мы попросили нашего хозяина показать нам путь. Он посмотрел нам в глаза и сказал, «Ни за что. Я не сделаю этого. Они вас съедят». Это показалось нам уже знакомым. Мы присели на минутку, подумали и приняли решение. Мы отправимся к племенам на побережье. Пока-пока! Мы отправились в путешествие на целый день. Каноэ вниз по реке. Пока не достигаем точки, где она впадает в море. И там встречаем людей побережья. И угадайте, что? Что выглядит, как обычная прогулка в обычный день? На самом деле, не знаю. Примерно 100 человек идут с нами. Не знаю, что об этом думать. Неприятные, точно такие же, как и остальные племена, которых мы встретили. Верно. У них только немного другой образ жизни, который приспособлен к их прибережной среде. Но они приветливы, приняли нас. И нам было весело с ними точно так же, как с другими племенами, которые мы посетили. И когда мы захотели перейти от побережья к высоким горам, то же самое. Каждый раз мы сталкивались со страхом племен перед другими племенами, которые от них отличаются. Это сопровождало нас на протяжении всего путешествия по Попау-Новой Гвинеи. И именно мы, кто пришел из НЕ, смогли увидеть. Конечно, они ведут разные образы жизни. Этот живет у реки, тот на побережье, а эти высоко в горах. Но в целом, все они хорошие, приветливые. И у них намного меньше различий, чем им кажется. На самом деле, это актуально и для нас.